всем привет приятного аппетита мальчики девочки первый раз за все время они захотели блин каждому свое федя захотел манную кашу арсений захотел яичко была маленькая одна сосиска я перемешала тут два яйца и маленькая сосиска а потому что ты не ешь если целая яичница тебе так нравится арсений вот так как я сделала ну так вот поэтому и перемешала но ты же ты же кричал тиманную кашу и причем я десять раз спрашивала уточняла и уговаривала практически чтобы одно что-нибудь нет печенье и вафля скорее всего ты вафлю печенье у нас очень сильно вафли любит очень сильно все мальчики приятного аппетита мне еще пока завтракать рано но я тебе дам еще одну печеньку если тебе не хватит съешь сначала кашку хорошо ну все кушайте приятного аппетита так у тебя я тебе второму яйца пожарила а у меня не горячая потому что у тебя тарелка такая приятного аппетита мальчики спасибо ты чего задумался горячая ну ладно у тебя ветер под носом есть дуй давай сейчас эти поду и помешаю поду и ну девочки стою и думаю что поесть вчера на завтрак была молочная молочный суп с вермишелью вот он загустел вот так накрывала фольгой убирал в холодильник и манная каша как бы тише примерно одно и то же дам каша теплая это надо разогревать но это тогда выброситься потому что есть никто не будет но в общем не знаю стою думаю хочу и то и другое ну не знаю что поесть мальчишки поели а вафли кстати никто не стал есть видимо наелся он даже чай не выпил в общем размышляю что поесть как вы думаете что я что я буду есть ну уже как бы до идиллия всегда обычно этого на пять минут хватает играйте без рук они мальчики не ломает он просто тоже играет привет ты не похитил на замок девочки я кстати покушала накрасила брови помыла посуду ну короче там нет посуды грязная все помыла как вы думаете что я ела я ела манную кашу всю доела 400 грамм получилось вот ну ладно ничего страшного а что хотелось сказать накрасила брови вот сейчас смыла их это я лицо кремом помазала потому что сразу же вышла сразу помазала представляете пока была в душе вот такой вот сюрприз нарисовался всем привет она должна была приехать сегодня только вечером девчонки рука трясется я сильно усиленно терлась в общем должна была вечером приехать а у лёши материал закончился он пораньше закончил и короче говоря съездил мне забрал фаберлик и привез Вику да в общем короче насколько привезут увезут тебя да нет она ну лёша ее привез и лёша ее увезет вот они живут в частном доме она никуда не ходит две недели практически карантин уже прошло как бы у всех все тихо ну я имею ввиду в наших семьях так что не нужно писать гадости у нас не карантин у нас самоизоляция вот и сейчас кстати покажу вам фаберлик да что я заказал там совсем чуть-чуть кстати у нас сегодня прям пасмурная погода похолодало вчера был хороший день а сегодня похолодало и вот уже полдня идет дождь ну это наверное хорошо хотя с другой стороны что хорошего в общем посмотрим так что хотела показать фаберлик что этот пакет так лежит он вроде бы за деньги а может нет так девочки что заказала сейчас же тема антибактериальная закрыта я думаю открыта в общем заказала средства чистящие универсальные для ванной комнаты им можно чистить и сантехнику и ванны всякие разные биде ну в общем такое оно универсальное универсальное что заявлено я не пробовала его еще поэтому решила заказать с антибактериальным эффектом вообще все средства сейчас идут с антибактериальным эффектом так а это для унитаза для туалета гель очищающий пять в одном эффективен против известкового налета ржавчины неприятных запахов повторных загрязнений трудно доступных мест слушайте знаете что оно создает защитную пленку помните когда-то я показывала что сама бодяжу там просроченный гель для душа в шампунь и прыскаю когда пленочка защитная вот здесь заявлено про это тоже что вот пленку создает и грязь меньше копит мелко написано артикулы девочки все оставлю внизу в описании под видео кому интересно заходите посмотрите так что здесь это каталог какой приятный новенький такой свеженький так а и кстати кстати для вновь зарегистрировавшихся с 6 по 26 вот такой вот будет подарок и если зарегистрируетесь в первые 24 часа получите набор уходовых средств для квартиры в общем вот этих вот всех вот пробников это в первые 24 часа а это вообще будет скидка ну 20 процентов для всех зарегистрировавшихся а вот девочки я еще шампунь этот шампунь говорю порошки заказала две штуки мне очень понравился в прошлый раз не знаю девочки кому-то нравится кому-то не нравится вот почему заказала сейчас ногами держу так это концентрирован астральный порошок для цветного а это как универсальный вот этот у меня был опробник этот был в общем я короче все пробовала мне понравился белое белье становится белее а вот если допустим я уже говорила носки какие-то сильно грязные нет девочки не отстирывает а вот на ежедневную стирку прям хорошо белье не стереет вот что мне понравилось понимаете потому что я очень много стираю детского и вижу что ну цвет белья вернулся ну стал белый без отбеливателя стираю потому что как бы ну нет необходимости а если уже где есть то конечно отбеливатель кладу так что еще а а еще у меня универсальное антибактериальное средство в общем для всех поверхностей господи как в этом в таборе для обработки ванной комнаты кухни обуви мест содержания животных а ну сейчас же тема да вот это все должно быть антибактериальное я кстати фрукты мою но потом сюда кладу раньше же не мыло вообще а потом опять моем когда прежде чем есть потому что окно открываем там пыль летит и девочки появился санитайзер в общем такой гель для рук если вы находитесь где-то там на улице в помещении ну в общественном да можно вместо если воды нет можно использовать гель 99 рублей он стоит но не во всех регионах пока есть вот я его хотела тоже заказать в нашем регионе его не было так что вот в общем девочки все артикулы и всю информацию необходимую оставлю в описании под видео у меня кстати комплевит закончился остался вот этот я помните говорила еще одну пачку купила мне очень нравится ну как бы тут рассчитан на курс но я уже второй курс пил так что это господи конфеты вы девчонки пишите что я немножко конфет покупаю да если я помножку буду покупать у нас они будут сразу уходить вот покупала вчера наверное грамм 150 не знаю ну так жменьку так взяла насыпала вот что осталось понимаете идиллия а папа лежит на маленьком диванчике ну сейчас я его прогоню оттуда так прогнала Алешу он сюда подушки под ноги вставил в общем что у меня по плану у меня по плану вообще по большому счету поменять вот эту вот штору голубую она мне не надоело но просто прямые эфиры я веду здесь и получается один и тот же фон ну как бы вот из-за этого уже надоело а так нет мне нравится вот белая стена голубая шторина в общем все хорошо там оторвали тюль здесь у меня коробочки стоят вот почему я раньше этого не сделала потому что девочки не могла найти штору которую хочу сюда взамен пометить ну вместо этой повесить взамен повесить так далее что у нас здесь от ноутбука коробка стоит наверное уже надо выкинуть ну сколько уже ноутбуку два года наверное надо выкинуть так цветы сейчас помою под душем вот эти вот все что-то у меня вообще конкретно с фокусом все очень плохо и вот смотрите цветет видите как этот щучий хвост кто это тещина язык у меня был целый куст вот этот с желтыми видите какой он красивый и просто зелененький я их решила разъединить и в общем мне он там он чуть-чуть такого и такого и чуть-чуть такого и такого не знаю а какой-то из них стал пропадать поэтому так а это федина фотография сломали рамку поэтому здесь лежит это не я сюда поставила ну в общем что у меня по плану по плану помыть цветы помыть значит вот эти вот окна с этой стороны откосы сейчас тюль положу стирать и штору поглажу потом повешу чтобы кстати сегодня прямой эфир не знаю может где-то половина девятого будет поэтому если есть желающие девочки буду рада вас видеть вот приходите вот это вот штука мне как-то спрашивали уже я показывала это я заказывала господи штора на дом как раз ту штору которую буду вешать Leo вот с первым этажом так до тюрицам очень удобно на Takiba вот так очень удобно прокる тюль, и на ночь мы немножко зашториваем, потому что вон фонарь, вам не знаю, вам видно фонарь на улице? Где фонарь? Вон фонарь. Он все время лезет, лезет, светит в глаза. Поэтому одну шторину так задвигаем, потом раздвигаем. Вообще, девчонки, задвигаем, раздвигаем. Ну да, правильно я говорю? Короче, бывает у меня такое. Вот. Поставила вас в шкаф. Блин, и небо разгулялось. Я думала, будет пасмурно. Видите, как гуляет? Прямо прыгает. Фокус. Думала, будет пасмурно, и будет нормально. Видно как раз. А сейчас получается вот так. А как получается? Поэтому что? Тюль положила в стирку. Цветы все помыла под душем. Они у меня сейчас там стекают. Тюль стирается. Поэтому мне нужно успеть быстренько помыть. В общем, буду гринвейевской тряпочкой мыть с этой стороны. С той стороны, кто знает, мы моем окна с улицы. Прямо Леша идет на улицу. Я ему отсюда выдаю тряпочки. Ну, или эту, или сначала другую тряпочку, чтобы грязь всю основную смыть. Это он завтра сделает на всех трех окнах. Вот. А я сегодня вот помою сейчас вот это вот окно. И, соответственно, те два я уже вымою завтра. Потому что сегодня пятница, а по пятницам я мою полы, короче говоря, ну, в общем, перед выходными. Хотя я со своей кладовкой, девочки. Я со своей кладовкой. Я там шишусь потихоньку. Я не люблю монотонную работу. Кстати, ладно, сейчас, подожди. Знаете, как мы сейчас с вами сделаем? И, в общем, потом подоконник протру здесь вот этим вот антибактериальным фаберликовским средством. Вот. И мне нужно до того, как мальчишкам спать, лечь. Нужно здесь тоже немножко прибраться и пол помыть. Ну, соответственно, штору повесить, чтобы закрыть свет. Сейчас я вам кое-что скажу. Вынула вас. Пока время у меня немножко есть. В общем, смотрите. А насчет кладовки. Значит, естественно, полотенца я никакие выбрасывать не буду. Ну, я что, вообще совсем с ума сошла? Нет, конечно. Не буду. Я почему ими не пользовалась? Потому что в кладовке мы последний раз убирались пять лет назад. Разбирались, убирались. И, в общем, я про них помню, он не знал, что их так много. Поэтому сейчас достану все, перестираю и будем пользоваться. Насчет того, чтобы сделать в кладовке гардеробную. Не будем мы этого делать. Я уже тысячу раз говорила. Во-первых, у нас есть шкаф-купе, который в котором у нас помещается вся наша одежда. В детской вот есть шкаф у них свой. Единственное, что в том шкафу висят куртки детские. То есть, ну, их достаточно много. Вот. Нужно будет просто там рассортировать, что-то отдать, что-то, ну, естественно, оставить там. Потому что есть, которые Арсению еще великоваты, какие-то же феди переходят. Ну, то есть, понятно. А так, у нас шкаф достаточно большой. Он глубокий. Там, по-моему, глубина 70 сантиметров. То есть, там и полки, и выдвижные ящики. Плюс, в этой комнате стоял комод. Когда мы начали детскую делать, мы комод унесли и в шкаф поставили. Но я потом, короче, вам покажу. Вот. Это насчет, значит, того, чтобы гардеробную. Потом. Другие пишут по поводу того, чтобы детскую сделать больше. Девочки, во-первых, я планирую менять эту квартиру. И уже много раз об этом говорила. Во-вторых, в кладовке вот такая вот большая труба отопления. Там очень жарко. Если ее как-то обходить, смысл? Ломать стену? Я не вижу вообще смысла. У нас нет балкона. У нас нет подвала. То есть, сейчас вот велосипед, который здесь детской стоял, он сейчас стоит в кладовке уже. Как раз под стеллажом. Прямо замечательно он там встал, и все хорошо. Вот. Какие-то игрушки лишние, которые не нужны, тоже можно убрать в кладовку. Кладовка это нужная вещь. Понимаете? У нас квартира 39, ну, 40 квадратов, грубо говоря. Нас четверо живет. Кто-то говорит, что у нас площадь вообще нормальная. Жить можно. Да, ну, как бы нормальная, мы же живем. Но у нас в планах есть, чтобы поменять квартиру. Не знаю, на новую, на бэушную, ну, на вторичку. Не знаю, мы пока об этом не думаем. Нет, то есть, я мониторю, думаю, но пока не знаю. Ничего говорить не буду, потому что это не сейчас. Более, не вот, не сейчас-сейчас. Вот. Поэтому в спальне достаточно места им, чтобы играть. Я вот ну, сейчас шторы повешу, там, туда-сюда, на днях, может быть, рум-тур сделаю, потому что просите кровать показать. Покажу кровать и все покажу. В принципе, им достаточно места. Но! Они играют в комнате в нашей. И я сколько раз говорила, иди, вот, Арсений возьмет там, или, допустим, телефон, или это. Скучно. Они, у них такой же характер, как у меня. Я не могу тоже находиться одна. Мне тошно, мне скучно. Там, я, может быть, YouTube еще из-за этого завела. Потому что как раз в декрете была с Федей. То есть, с Арсением мне скучно не было. А уже, когда я с Федей забеременела, ну, как-то мне тошно стало. И вот поэтому еще YouTube вот уже активно стала вести. Вот. Потом. Давайте не будем оставлять, значит, вчерашний, получается, позавчерашний вопрос открытым. Типа ничего не произошло. Типа я так это, как ни в чем не бывало. Нет. Насчет кредитной карты. Так, кредитная карта. Я когда-то, давно-давно, когда никогда не пользовалась кредитными картами, была категорически против настроена. Вот категорически. Потом, когда... Почему вообще мы взяли кредитную карту, да? Я когда-то кредиты никогда не брала. Что, если кто-то не знает, а то пишут, вот она вся в кредитах, туда-сюда. У нас у Арсения атопический дерматит. Долго не могли выявить. Два месяца, короче, не могли выявить. Врачи не могли выявить. Не мы, а врачи. У него на белок аллергия. Это я как бы издалека немножко начну. В общем, потом в итоге нужно было его кормить не гидролизными смесями, это уже потом, позже-позже, а из смеси из аминокислот. Одна баночка стоит 2600. Понимаете? А баночки хватало на полтора дня. Я была в декрете. У Леши тоже были проблемы с работой, там туда-сюда. Потом он уже ушел с этой работы. Но суть в том, что колымет, он всегда колымет. Когда говорят, пусть он возьмет это. Колымы это вот разово, понимаете? Но когда есть постоянно работа, ты не можешь постоянно брать большие колымы. Ну, как бы, вот кто такие советы дает, тот не был в этой жопе. Вот и все. Вот, хорошо. Мы, соответственно, стали пользоваться кредитными картами, потому что на полтора дня 2600. 2600, 2600, девочки, 10 дней, 26000. Помимо этого еще кушать надо, коммуналку платить, какие-то нужды. Потом мы в больнице лежали, ездили, ну, Леша постоянно возил туда-сюда нас. Вот. Это большие деньги, да. Одна карта у нас... Вот и кстати, хочу сказать, когда я говорила про кредитную карту, с которой у нас не сложились обстоятельства, но сейчас у нас кредит заморожен, и мы платим определенную сумму без процентов, потому что мы уже выплатили проценты. Я еще тогда говорила, это когда был, месяца два назад, что у нас есть кредитная карта, которая нас очень выручает, постоянно выручает, и она нам очень нравится. Я не назвала эту карту намеренно, но мне в личку столько посыпалось вопросов по поводу этой кредитной карты. Потом, есть, значит, канал один. Вот сейчас я просто не буду называть этот канал, как бы я дружу с этой девочкой, с которой, ну, общаюсь, да, с автором канала. Вот, наверное, не соврать бы, может быть, месяца четыре-пять назад. Она тоже говорила что-то про кредитную карту, и я ей в комментарии написала, что у меня кредитная карта такая-то, вот, про Альфа-банк, потому что действительно я ею пользуюсь. Просто сказала и говорю, удобно то, 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 можно наличку снимать. Это самое вообще, что ни на есть лучшее, потому что можно снять наличку, вот еще зарплаты нет, к примеру, а кредит другой надо оплачивать. Мы очень много так выкручивались из этих ситуаций. Кредит у нас, кредитные карты, да, вот эти, они не по собственной воле взяты, не из-за того, что, блин, вот потому что мне нравятся кредитные карты, нет. Но, если грамотно ею пользоваться, в этом ничего плохого нет. Мы снимали деньги, мы платили тот кредит. Да, это круговорот такой, да, конечно, это затягивает, но тогда, когда нечего жрать, вот вообще, когда нечего поесть, да, блин, что делать, да, а занять не у кого. Не каждый даст. Да и с другой стороны, вот как раз таки, чтобы не занимать, это такая, знаете, девочки, своеобразная подушка безопасности. Да, а-ля подушка безопасности. Потому что, знаешь, у нас кредитная карта, на ней 50 тысяч рублей. В общем, нам Альфа-банк предлагал, потому что мы постоянно пользуем, ну, пополняем, снимаем, пополняем, то есть, как бы, у нас там все ровно идет, никаких проблем, ничего. Предлагал до 150. Мы отказались. Зачем? Нам такая сумма не нужна. Потом, не так уже и просто взять, оформить кредитную карту. Это все так думают, о, сейчас побегу. Да нет, нифига не просто. В том-то все и дело, что на тот момент, когда я оформляла кредитную карту, у нас офиса в Иванове Альфа-банка нет. Мы ее оформляли заявку онлайн, потом я ходила в Тополь, связном получала ее. Понимаете, да? Почему все время я, 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 потому что я официально трудоустроена, а Леша не трудоустроен на тот момент был. Вот. Получала ее там, эту кредитную карту. Соответственно, нам предложили уже потом, и даже вот как-то мы хотели больше взять денег, но все равно можно снять только 50 тысяч рублей. Если она у вас даже будет на 150 тысяч, можно снять 50 один раз в месяц. Вот. Написали мне, что я выучила текст, и все такое. Девочки, я не выучила текст. Просто когда очень много в личку пишут по поводу этой кредитной карты, одно и то же повторяешь, а я, вот никто не даст соврать, я не люблю писать, я могу написать спасибо, до свидания, вот такие вот короткие фразы, но в основном я голосовые записываю. И когда одно и то же повторяешь, опять же повторяешь, потому что я знаю, о чем я говорю, я здесь села, думаю, ну, надо рассказать, и просто выпулила вам вот эти вот преимущества этой карты. Вот и все. Я никого, ни к чему не призывала. Мне сейчас подружки звонят и говорят, кстати, у моих подруг у всех уже это и есть карта, и они избавились от тех кредиток, ну, долги погасили. Мы один кредит также гасили. Сейчас я от темы отошла немножко. У нас оставался полтинник, нужно было погасить, да, но все равно, когда ты кладешь, допустим, 15 тысяч, у тебя там, грубо говоря, 7 тысяч списывается процент, и вот у нас полтинник оставался на одной кредитной карте, мы просто тупо сняли деньги с этой карты и погасили ту карту. Соответственно, у нас было 100 дней. Да, каждый месяц нужно класть деньги, там определенную сумму, но если от полтинника, минимум, по-моему, 6 тысяч. Я сейчас уже не вспомню, но к 100 дням, да, к закрытию вот этого льготного периода, нужно оставшуюся положить, поэтому чем больше вы кладете, тем лучше. Вот, и ничего не списывается, то есть у вас есть 6 тысяч вы положили, 6 тысяч это, а если на другую кредитную карту вы кладете 15 тысяч, и 8 вычитается, 7 вычитается, я уж тоже особо этого не помню, и мы приняли решение, что нам лучше вот так погасить, но в 100 дней мы не укладывались. И опять же, когда новое поступление денег, Леша получил деньги, мы положили, закрыли карту и на следующий день сняли нужную нам сумму и пользовались ими. Понимаете? Не все деньги сняли, а именно нужную сумму. Либо же опять ходишь в магазин, расплачиваешься, но после закрытия опять начинаются 100 дней. Здесь удобно то, что даже если ты вовремя не сможешь погасить этот долг, главное, грубо говоря, найти деньги. Но мы понимали, на что мы идем, мы можем всю зарплату, грубо говоря, положить и, соответственно, ее же на следующий день снять. Это очень удобно. В других картах снятие налички, там везде проценты, абсолютно везде, здесь без процентов. Поэтому я знаю, о чем говорю, я никогда не учила стихи, ну, стихи, ладно, учила, но они мне легко давались. Просто информацию, если ее знаешь, о чем говоришь, она дается очень быстро. Не надо говорить, что я что-то зубрила, потом я не пользуюсь самой этой картой. Два с лишним года мы пользуемся этой картой. И если я пользуюсь чем-то, я об этом говорю. Девочки, мне предлагали, а, кстати, Альфа-банк мне рекламу никакую не оплачивал. Это не реклама была, Альфа-банк, я оставила свою реферальную ссылку. Опять же, на основании чего? На основании того, что мне поступало много вопросов. Да, если кто-то против, но не надо так категорически говорить, что, блин, хреново, это кредиты, это кредитные карты. Вот, девчонки, сейчас, в данный момент, ну, я объяснила, да, мы на самом деле живем на кредитную карту. Вот, Леше, может быть, завтра дадут аванс, а, может быть, на следующей неделе дадут зарплату, ну, как бы, неизвестно. А, соответственно, мы на нее покупаем продукты. Вот, я говорила, крыльцо делать на даче, там еще что-то. Какая-то мушка летает. Можно накопить, можно, но лето закончится. Но мы не сможем физически накопить, допустим, откладывать, ну, крыльцо, это, да, там не особо большие будут вложения, потому что оно будет такое простенькое, там, или еще что-то. Ну, так время-то идет, понимаете? Можно взять, купить и расплачиваться. Но купить, опять, смотря что, не какое-то там, в общем, крыльцо нам необходимо, по большому счету, потому что, ну, там опасно ходить, там у мальчишек уже ноги застревают, почему ковролина лежит в этих этих, чтобы доски гнилые. Поэтому крыльцо нам необходимо. Вот, кредитная карта, я не пропагандирую кредитные карты, нет, ну, я и не против них. Блин, весь мир живет в кредит, ну, пользуется кредитными картами, кредитами. Вот все говорят, нищие, мы нищие, а вы тут, ты кредитные карты втюхиваешь. Во-первых, не втюхиваешь, а во-вторых, наоборот, вот, кредитные карты есть у всех, вот это вот, может помочь, именно, именно помочь вылезти из маленькой жопы. Пока не в жопе, в жопе, потому что она может не помочь, а еще хуже усугубить это все дело. Вот, она может помочь погасить кредит, который, ну, это реально так, потому что я сама так делала. А, если не у кого занять, и пожрать нечего, а, ладно, мы взрослые перебьемся, но когда есть семьи. Почему я сейчас? Потому что мне стали писать все больше и больше народу. Я думаю, ну, смысл мне одно и то же говорить. Я рассказала именно вот в такой вот ситуации, да, и посчитала нужным. Причем, есть люди, чью мнению кого я прислушиваюсь ко мнению кого, да, мои подружки, мой муж, есть взрослые люди. Я прежде чем вообще говорю, а может мне рассказать просто про эту кредитную карту, там, туда-сюда. Я всех спросила, все меня поддержали. А вот эти вот негативные комментарии, а потом главное, когда я в ответ что-то так же, в таком же русле напишу, отвечу, вы мне пишите комментарии, вы имеете на это право. А когда я отвечу в таком же русле, блин, вы все обижаетесь, начинаете говорить, что я не люблю критику или еще что-то. Пишите корректно. У каждого есть свое мнение. Я говорю, я не пропагандирую кредитные карты, но я и не против них, потому что сама побывала в этой жопе и знаю, про что я сейчас говорю. Тинько в кредитную карту? Да нет, не буду я ее. И она всем, любой может ее оформить, любой абсолютно. Нет, это просто жопа, просто жопа. Вот сейчас у нас этот кредит заморожен. А также у меня есть Сбербанковская, почтобанк мы закрывали, кстати, вот мне писали, что при закрытии будут тогда какие-то проценты начисляться. Не знаю, вот почтобанк мы закрывали как раз этой альфобанковской картой, ее аннулировали. То есть сама карта есть, но она заблокирована. Ничего, никакие проценты у нас там не вычлись. Но это было, вот я и говорю, наверное, года два с половиной назад. Врать не буду. Поэтому меня спрашивали информацию, я ее предоставила. Предоставила вот в такой форме, ну может быть, ну блин, я предоставила четкую информацию, чтобы было все четко и понятно. Вот и все. А не вызубрила и не ведала, что вообще говорю. Мне предлагали рекламу Виагры. Виагры предлагали рекламу. 50 тысяч рублей мне должны были заплатить. Девочки, я не согласилась, потому что мы не пользуемся этим. Мне предлагали ехать на Первый канал. А тема была такая, что закупка впрок во время карантина. Девочки, я отказалась. По идее, я могу сейчас вам предоставить, допустим, скрины вставить. Но вы же ко всему придеретесь. Понимаете, кому нужно, ко всему придерется. Я отказалась. Объясню даже почему. Потому что я впрок не покупаю. Мы покупаем по факту. И у меня и переписка так идет. Я говорю, а что нужно там туда-сюда? Ну именно впрок, как вы, как-то там, ну как вы закупились там туда-сюда? Я говорю, не закупились. Но вы же со мной готовите. Я говорю, готовим. По факту ходим в магазин, потому что хранить негде. Она меня убалтывала, 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 убалтывала. Но я сказала, нет, извините, но мне это предложение не подходит. А почему нет? С другой стороны, мне и девочки сказали. Аксона, что нет? Сходила бы, зазвездилась там туда-сюда. Да потому что мне это неинтересно, потому что я этим не занимаюсь. Если я на обзор, мне Василек присылают. Девчонки, вы мне говорите, зачем полотенце? Да я дарю, да фига всего. Дарю. Дарю подругам. Вот будет, я еще сделала заказ, будет конкурс у нас с Вами. Скоро будет 40 тысяч на канале. Будет конкурс. У меня есть нуждающиеся, кому я могу подарить, да, то, что я, чем я не пользуюсь. Нет, если я постельное белье, к примеру, ну, мы, у нас была кровать метр сорок на два, на метр девяносто, и комплекты были поменьше. Комплекты, я постельное белье очень люблю, и поэтому постельку я пока себе. Вот Витя заказывала в горошек постельное белье. Оно там синтетика, не синтетика, микрофибра. Я ей его и не отдала. Я просто отдала одной женщине, которая, ну, там, для дачи шторки там или что-то. Мне такой горошек, цвет не понравился. На дачу отдала. Ну, она мне, она сказала, что шторки сделает, ну, может, и не шторки. А Вике нет, потому что я думала, что это все равно, как бы, поприятнее. Когда я, кстати, заказала, я Елене Александровне говорила, она говорит, Оксана, это синтетика, и, короче, типа, летом жарко, зимой, ну, зимой комфортно, но не особо. Я говорю, блин, буду знать. Не знала, не знала. Опять же, для чего я соглашаюсь на эти обзоры? Да, чтобы вам рассказать больше про эти вещи. Какие они есть на самом деле? Мне, вот смотрите, я обзор сделала, мне тут же пишут, ждем следующий заказ. Девочки, я могла бы каждую неделю этот василек получать. Нет, я просто не считаю нужным столько заваливать себя и, опять же, раздаривать или еще что-то. По мере возможности, раз в месяц, я сказала, раз в месяц мы с вами можем сотрудничать. Ну, чтобы себя заваливать вот этим всем, ну, и заказывать, причем, заметьте, я заказываю не все дорогое. Хотя могла бы все самое дорогое заказывать, ну, себе, себе все получше. Нет, я заказываю все бюджетное, ну, на свой вкус и вам же говорю, что по поводу качества. Вот, реклама на канале всех бесит. Девочки, реклама была, есть и будет у меня на канале. У меня реклама первая появилась, когда у меня было 500 подписчиков, 500, а когда у меня где-то было полторы тысячи подписчиков, у меня уже штук 10 реклам было. Просто, кто-то эту рекламу видит, кто-то не видит. Я не буду говорить, что это реклама, потому что я не имею права этого делать. Во многих случаях, где, господи, когда рекламодатель что-либо присылает, я всегда прошу, я всегда спрашиваю, я уже об этом говорила, можно ли я скажу, что это прислали на обзор. Нет, нельзя. Ну, блин, нельзя, значит, нельзя. Умные люди поймут, но другим я ничего доказывать не собираюсь. И не нужно мне говорить, что я там какая-то жадная или еще что-то. Если бы вам, каждый из вас, предложили на халяву что-то, каждая из вас бы согласилась, невзирая на свои принципы. Это просто можно, особенно пишут, которые каналы, которые поменьше, чем мой канал пишут, да потому что она вот это, что она, вот вы сами ждете, в первую очередь, рекламы. Когда рекламу предлагают, канал считается востребованным, понимаете? И рекламу предлагают разную. Девочки, мне предлагали теплицу на дачу, на обзор. Я отказалась, но я сказала, что если вдруг, ну, потому что я не планирую ничего сажать, мало ли меня переклинит, можно будет обратиться? Да, они будут только рады, понимаете? И поэтому, что только не предлагают, мне это льстит. Я всегда корректно с ними прощаюсь, я никогда не игнорирую, если, допустим, что-то мне даже не интересно. Букмекерские конторы тысячу раз предлагали. Тысячу. Я говорю, у меня аудитория, во-первых, другая, во-вторых, ну, как бы это вообще не моя тематика, я даже, просто это не обсуждается, понимаете? Я не вижу смысла рекламировать за деньги, естественно, это за деньги. Где-то по бартеру, а где-то за деньги. Не вижу смысла рекламировать то, что не важно, что он мне деньги принесет, но я этим не пользуюсь, это будет противоречить моим принципам. А то, что на обзор, то, что где-то заработать деньги какие-то, почему нет? Я не понимаю. То, что кричат, что на ютубе дохерища зарабатывают, да на ютубе можно неплохо заработать, да, можно, но сезонно, скажем так. Вот. И почему не должно быть дополнительного какого-то дохода? Вот. Поэтому давайте ваши комментарии, придержите свои, да, вот в плане корректности. Пишем корректно, чтобы я не отвечала и не хамила, а то ты еще и хамка, ты еще это. Конечно, если мне хамят, я буду хамить. Если у вас есть какие-то ко мне вопросы, пожалуйста, каждую пятницу, ну, в ближайшее время это будет каждую пятницу, а там будем смотреть уже по обстоятельствам, приходите ко мне на эфир, с полдевятого до девяти, в этом промежутке где-то примерно, задавайте мне вопросы. Я никогда не увиливаю, я никогда, что касается личного, то, что вообще, ну, что я не хочу, чтобы выносилось, или пока не могу сказать, или еще что-то. Да, я увильну, не отвечу где-то, но что касается конкретно, про доход на ютубе, я уже 10 тысяч раз говорила, какой у меня доход, и еще что-то, на эти вопросы отвечать не буду, потому что он скачет, он всегда разный, абсолютно, это сезонно. Я говорила, что в декабре я нормально заработала, дальше хуже. Хуже для меня, но неплохо в принципе. Не нужно говорить, что я попрошайка, как это многие любят делать, карты у меня оставлены, оставлены, и будут стоять. Я могу честно заявить, вот максимум 10 человек, мне переводили деньги, максимум. Это было год назад, в апреле, когда я рассказала, почему мы экономим. И я очень благодарна этим людям, которым небольшие суммы там были, но, когда у нас не было денег на хлеб, и как раз мы и с этой кредиткой тоже загасили, ну, долг по другой кредитке, нас это очень выручило, поэтому дай Бог здоровья тем людям, которые помогли. Было два раза, что мне на стрижку скинули девочки, по-моему, по 300 рублей, я не буду врать, я бы их отправила обратно, но я не знала, куда кому отправить. Девочки просто по умолчанию в комментарии написали, я не понимала, с кем связаться. Вот. Я никогда никому не вру, я всегда говорю правду, говорю в глаза, я могла, знаете, да даже эту тему могла не поднимать, и девочки мне сказали не поднимать эту тему. Неважно, у нас мы придерживаемся одного взгляда, одного мнения, мы дружим, но есть мнения, которые расходятся. Если я посчитала своей аудитории сказать, да, что нет, мне нужно объяснить, хотя мне сказали, что не нужно объяснять, потому что есть такие, которые ни хера не поймут, нет, не поймут, так это их проблема. Я объяснила. И опять же, еще раз повторяю, Альфа-банк мне ничего за это не платил, и я на этом не обогачусь. Так что, если кому-то все равно, вот я по сей день говорю, выручить такая кредитная карта, которая, это одна из лучших, информация вся будет в описании под видео, да, и потом, чтобы не было такого, что меня опять будет 10 раз спрашивать в личку по поводу этой кредитной карты. Я пользуюсь ею сама, у меня есть личный кабинет, так я не знаю, что еще как бы показать, а то не пользуешься, да, ни хрена подобного, в том-то все и дело. Раз уже это вынеслось на обозрение, то, ну, понятно, что я не буду сейчас с пеной у рта там что-то доказывать, хотя получается, как будто я это и делаю. Хотя просто хотела сказать про кладовку и про полотенце. Вот. Ладно, тему эту закрыли. Ну, в общем, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, приходите ко мне на прямой эфир. Вот. Задавайте, можете писать в комментариях какие-то вопросы, и я потом сниму отдельный, блин, вопрос-ответ. Вы представляете, 24 минуты я с вами поболтала, хотела 5 минут. Окно я буду без вас мыть уже, девочки. Вот. Я надеюсь, я никого этим не обидела, сколько людей, столько и мнений. В общем, я просто сейчас могу много еще примеров приводить, да, по этому поводу. Ну, уже я не вижу смысла, не вижу. Я думаю, что мою мысль вы поняли, кому нужно было, тот понял, а кому не нужно было, услышал то, что хотела услышать. Правильно? Правильно. Вот. Что еще хотела сказать? Все, сейчас быстро здесь помою окно. Да. Ну, здесь прямо, что мыть-то, господи, и протереть вот это вот, вот это вот, как их называют, откосы, откосы протереть, и все. Шторы, как раз, наверное, уже постиралась, я потому что положила на 35 минут, что ли, у меня там стирка. Тюль, будь здоров, Федя. И надо будет уже, наверное, им спать ложиться. Не, ну, мне еще теперь здесь пол подотру, а уже когда они спать лягут, я уже пойду помою там полы. Ну, в общем, девочки, приходите на прямой эфир. Кстати, сегодня, я не знаю, успею, не успею борщ сварить, у нас там еще немножко гороховый суп осталось, а на ужин будет, скорее всего, гречка по-купечески. Вот, потому что и Вика приехала. И не пишите по поводу того, что как так, вообще-то карантин, у нас самоизоляция, и каждый решает сам, с кем общаться или не общаться, выходить на улицу или не выходить. И что делать? Мы для себя приняли такое решение. Вика давно просилась, Вика тоже с ума сходит, и мальчишки ее звали. И, кстати, и не пишите, пожалуйста, и не нужно сусолить, сусолить то, что я Вику не люблю и терплю ее или еще что-то. Да я никогда не буду терпеть то, что мне не нравится. Не буду. Я просто могу сказать, что пореже пусть приезжает, но она и так редко приезжает, если мне там что-то не нравится. Смотрите, какая тишина. А так бы и хрен я с вами поболтала. Вот и все. А они с Викой, они с Викой лежат. Ну, правда, там еще папа спит уже, потому что он тоже рано встает. Вот. Девчонки, я надеюсь, что у нас с вами недопонимания не будет, никакого... Относитесь потерпимей. Реклама какая-то? Пусть будет реклама. Посмотрели, прошли мимо. У меня вот... Если я, мы с вами не схожи по духу, не смотрите мой канал, девочки. Не смотрите. И мальчики тоже. Не надо нервничать, негодовать, трястись от злости, но все равно продолжать смотреть. Не смотрите. А если у вас есть вопросы, и не нужно додумывать и придумывать. Задавайте. Я буду отвечать. Хорошо? Буду во влогах отвечать, если там кто-то... Ну, кому-то неудобно прямой эфир там смотреть, в записи или как-то. Вот. Давайте мы с вами договоримся, что... Мы же канал смотрим, какой-либо канал, по интересам, да? Симпатичен автор канала? Смотрим. Нет? Не смотрим. У меня бывает такое, что мне кто-то симпатичен, а бывает такое, что... Просто человек надоел, все раздражать стал. Просто. На ровном месте, ни с того, ни с сего. А потом я к нему снова возвращаюсь. Поэтому комментарии неугодные удаляются. Девочки... Да, у меня девочки-модераторы. Причем я вам хочу сказать, что я большинство комментариев оставляю, и на большинство говна пытаюсь всегда ответить, переубедить, сказать, что вы неправильно думаете. А девочки говорят трезвым взглядом, и потом, когда они мне объясняют, что Оксан, так и так, ну да, я с ними согласна. Большинство залетных мне пришли, насрали, как вот, я впустила вас в свой дом, да? Открыто перед вами. А в итоге ко мне пришли, срут, и я должна это терпеть. Да с хрена ли? Я просто нахер буду всех выгонять. Вот и все. Выгоняйте свой канал, блокируйте, будете смотреть молча. Поэтому не нужно гадить. Будьте добрее. Я не говорю, что я добрая. Я не говорю, что я мягкая и пушистая. Нет, ни разу. Ну блин, я не сру на других каналах. Понимаете, если мне не нравится, я просто тупо ушла и ушла, и забыла про это. А вам заняться просто нечем. Вот и все. Всех люблю, всех целую, всем здоровья, терпения. И встретимся на прямом эфире. Всем пока. А то я могу много говорить. Ах, ну никто не помоет. Сейчас тюль у меня будет вся мятая. Тюль весь мятый. Ну, я просто еще про штору думаю. Все, девочки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok